Родительское счастье, воспитание патриота, трудовая династия, красота супружества. На главной сцене города сегодня чествовали и победители окружного конкурса «Семья года-2015». С самой творческой семьей города познакомилась наш корреспондент. Я так много наслышал о вас. От кого, мистер Боза? От кого, мистер Боза? От моих друзей. Они говорят, что вы добрейшие на свете существа. Ой, они мне льстят. Они ведь сами только-только со мной познакомились. Но если вы действительно хотите обо мне знать, то спросите местного полицейского. А полицейского? Судьбоносная встреча этой семьи произошла именно здесь. Театр заменил им дом и соединил вместе. В этом году Александр и Марина Чапилюк отметили свою жемчужную свадьбу. Познакомились мы на Дворце культуры тысячестолетия в театре. Ты что здесь? В театре «Контраст», когда пришли заниматься в коллективе, вот уже более 30-33 года. Знакомые, как знакомые, а поженились через три года. Театр – единое хобби сначала было, а теперь это превратилось в нашу жизнь. Без этого нам уже очень сложно прожить. За интересную, насыщенную, творческую жизнь у каждого из них было более 30 ролей. Один из спектаклей запомнился особо. У нас был главный спектакль – это «Пойти не вернуться». Вот после него мы и поженились. Вот, это было приурочено к 40-летию победы. Великой Отечественной войне. Вот, к 40-летию победы. И мы его сыграли 40 раз. Я там играл Антона, у меня жена. Играла Зосина. Играла Зосина. Одна из ролей Александра сделала его лицом города. Уже много лет он встречает самых высоких гостей в образе защитника всей Руси, русского богатыря Ильи Муромца. Я ее уважаю. Основная сейчас. Основная роль, да, моя основная роль. Да, моя основная роль. Я думаю, что быть символом города – это совсем неплохо. И гордость, в общем-то. Гордость, конечно. Неудивительно, что эти талантливые люди, искренне влюбленные в театр, стали победителями конкурса «Семья года-2015» в номинации «Творческая семья». В номинации «Творческая семья» победила семья Чебилю. Ну, а самую высокую оценку всей своей театральной жизни Александра и Марина получили из уст собственной дочери. Мне было 8 месяцев, когда меня первый раз принесли сюда, в театр. Впоследствии, когда я уже выросла, я заменила «Снегурочку». Моя мама всегда играла «Снегурочку», а потом «Снегурочку» начала играть я. Я очень люблю своих родителей, очень горжусь, что на них такие замечательные, творческие. Столько-столько лет вместе. Они для меня пример для подражания. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром.